Заявление гражданских активистов о том, что в нынешней эпидемиологической ситуации в Абхазии необходима четкая слаженность работы госструктуры, эффективное взаимодействие различных секторов общества и общая бдительность. Цитата. Из-за расширения круга инфицированных COVID-19 заболевшим жителям Абхазии и их родственникам приходится обращаться в медучреждения по вопросам профилактики тестирования и лечения. К сожалению, многие обратившиеся неожиданно столкнулись с противоречивостью информации и с несогласованностью действий сотрудников различных профильных ведомств. Все это не может не вызывать тревоги, поскольку свидетельствует о том, что до сих пор не выработана согласованная маршрутизация. Иначе не возникало бы множество вопросов и хаотичных действий, пишут активисты гражданского общества. Основываясь на анализе и оценке ситуации, подписанты предложили координационному штабу по защите населения от COVID-19 осуществить ряд мер. Например, выделить единый многоканальный телефон горячей линии, организовать колл-центр и разработать инструкцию для него. Еще они предлагают разместить всю актуальную информацию на сайте Минздрава, в общественных местах, на государственной границе, а в эфире телевидения каждый вечер лично представителю координационного штаба рассказывать о ситуации. Наблюдая за тем, как растет заболеваемость в Абхазии, конечно, мы были обеспокоены этим. Но более того, наши знакомые столкнулись с тем, что не могли получить информацию, когда у них поднялась температура, куда обратиться, куда звонить и так далее. То есть у нас накопилась какая-то информация, мы поняли, что надо реагировать. Это не единственная форма реакции. У нас была передача битого часа, которую на вашем канале показали. Я написала статью, но к одному человеку не прислушаются. Поэтому мы подумали, что, может быть, есть смысл обратиться коллективно. По словам Лианы Кварчелия, есть еще ряд предложений, связанные с мерами не только информационными, но и профилактическими. Я считаю, что нужно вводить ограничительные меры, как минимум такие, которые у нас были несколько месяцев тому назад. Может быть, не самоизоляция полная, а только для людей, которые относятся к группе риска, все-таки поменьше бывать на улице. А остальным обязательно ношение масок, социальное дистанцирование, особый порядок в магазинах, в аптеках и в местах скопления людей. То есть это меры, которые, по-моему, абсолютно необходимы. На все это Министерство здравоохранения ответило двумя сообщениями пресс-службы. В первом говорится, что единичные случаи недозвонно свидетельствуют о загруженности горячих линий, но никак не об отсутствии работы специалистов. Об этом заявило Министерство здравоохранения в своем сообщении от 15 августа. А уже на следующий день Минздрав попросил о помощи, сказав, что медики Абхазии заболевают и устают, а ковид-госпиталь нуждается в волонтерах. В интервью Абаза ТВ начальник управления лечебно-профилактической помощи рассказала, кто именно нужен Гудаутской больнице. В возрасте от 20 до 50 лет образование не обязательно, это санитары. Если это медицинские сестры, ну естественно образование нужно, желательно тоже в возрасте от 20 до 50 лет, нам нужны дезинфектора. Такой же возрастной ценз. Волонтерское движение, прежде всего, подразумевает бесплатную помощь. Но если есть люди, которые не могут это, ну в силу каких-то обстоятельств, делать бесплатно, то мы рассматриваем вариант заключения с ними договора за определенную оплату. Та, которая будет, ну как бы, договор будет заключен с учетом того, какое предложение делает волонтер, ну или наемный работник. Так Минздрав будет рассматривать бюджет этот. Что касается технических работников, прилегающая территория к Гудаутской ЦРБ также нуждается в том, чтобы ее периодически, ну ухаживали за ней. Так что вот нужны рабочие, которые будут также заниматься этими вопросами. Очень востребованы рентген-лаборанты и лаборанты по забору биоматериала. Ну это, естественно, люди со среднемедицинским образованием. Вот, так как нагрузка большая у рентген-лаборантов в Гудаутской ЦРБ, и это очень актуально, и есть большая необходимость в этом. Вот, они, скорее всего, навряд ли на длительный срок люди могут приехать и бесплатно это осуществлять, но для них бюджет будет более расширенный, если есть такие, кто может приехать. Это обращение вызвало двоякую реакцию в абхазском обществе. Еще недавно Минздрав заявлял, что все под контролем. А тут говорит о необходимости волонтерской поддержки. И получается, что ситуация сложная. Если уж они при таком, в общем, пока небольшом, и дай бог, чтобы не росло это количество, при таком небольшом количестве людей уже говорят о том, что им нужны волонтеры, значит ситуация серьезная. Если ситуация серьезная, то хотелось бы знать, почему они не требуют введения вот этих ограничительных мер. Есть страны, курорты, где есть курорты, которые открылись, но требуют соблюдения определенных норм. Почему мы этого не делаем, я не знаю. Я считаю, что у нас тоже надо вводить эти нормы, а не призывать сразу там волонтеров. Как можно одновременно призывать волонтеров и при этом не ставить вопрос о введении ограничительных мер, для меня это загадка, если честно. Я думаю, что если бы медперсонал, начиная от врачей, заканчивая санитарами и дворниками, платили, хорошо платили за то, что они подвергаются там риску, я думаю, может быть, такой нехватки не было бы. Но этого, конечно, недостаточно, нужны все вот эти защитные костюмы, они должны быть в безопасности, эти люди должны быть... Конечно, в любом случае это риск, но все-таки, если все вот это есть, если вы им достаточно платите, и все равно у вас не хватает людей, ну вот тогда можно обращаться. Если у Минздрава нет денег, скажите об этом. Логика, так сказать, вот тех шагов, которые предпринимаются, она не совсем понятна. Тогда пусть нам объяснят, что происходит, в чем заключается логика. Нас ведь уверяли в том, что мы готовы ко всему, к открытию границы. Нас одновременно предупреждали, что коронавирус все равно к нам придет. Но вот когда вот эти мы получаем посылы, то хотелось бы видеть, вот каков план действий. На эти вопросы пока в Минздраве не отвечают. Сообщения Оперштаба ограничиваются сухой статистикой, а комментарии чиновников Минздрава не распространяются дальше подробностей того, что уже изложил Оперштаб. На момент подготовки репортажа к эфиру ковидом в Абхазии болеет 117 человек одновременно. Из них лишь 21 человек находится в госпитале. Один пациент тяжелый, трое средней тяжести.